Я приветствую жителей Бурятии, в студии Иркутска. Для вас работает Евгения Власюк. Здравствуйте. 409 свободных мест в 25 детских садах распределили члены комиссии по доукомплектованию дошкольных учреждений. Основной набор закончился в июле, но в силу разных причин часть мест осталась вакантной. Откуда берутся лишние места, когда своей очереди в детские сады ждут несколько тысяч маленьких иркутян? И как распределяются? Об этом Павел Малыгин. Многодетная мать Лариса Страутинж в департаменте образования не в первый раз, но уже не в качестве просительницы, а как человек, который будет наводить справедливость при распределении мест в детских садах. В июле Лариса в числе других матерей, недовольных тем, что их детей не взяли в дошкольные учреждения, пришла сюда, чтобы высказать претензии. Женщинам предложили войти в состав специальной комиссии, которая занимается доукомплектованием иркутских детских садов. Если вы не верите, что там нельзя поставить посторонних или каких-то блатных, или еще чего-то, можете прийти и посмотреть. То есть я лично первая изъявила желание прийти и посмотреть, и увидеть, как это работает. То есть моя задача посмотреть, поучаствовать, быть полезной на самом деле, то есть увидеть, как можно на самом деле распределить места. Кроме родителей, в комиссии по доукомплектованию сотрудники Департамента образования Иркутска, журналисты и представители общественных организаций. Основной набор в дошкольные учреждения города закончился в июле. Сейчас распределяются места, которые остались незанятыми. Где-то родители подумали и решили ребенка в сад не отдавать. У кого-то ребенок начал ходить, но не смог по состоянию здоровья. В некоторых садах уплотнили группы. Заведующие подают заявку на доукомплектование начальнику Департамента образования. Начальник Департамента образования накладывает на этой заявке резолюцию доукомплектовать из числа очередников и льготников. Комиссия следит за тем, чтобы установленный порядок соблюдался. Сегодня удалось распределить 409 свободных мест в 25 детсадах города. Работа комиссии продлится до 1 октября. За это время оставшиеся дошкольные учреждения Иркутска должны подать заявку на доукомплектование. Павел Малыгин, Константин Синицын. Новости сейчас. Необычный автопробег стартовал из Владивостока в Санкт-Петербург. Его цель – сбор информации о виднейших российских ученых и их открытиях. Участниками путешествия стали люди, не имеющие научных степеней и титулов. Это врачи, механики, военные, представители разных профессий, которые в свободное от работы время публикуют научно-популярные статьи. Путешественники прибыли в Иркутск и посетили один из исследовательских институтов. Их встречала и наша съемочная группа. Позади 5000 километров. Это треть пути. На борту ничего лишнего. Основной груз, как и полагается людям науки, – это книги, бумажные и электронные. В ноутбуке Эдуарда Абасова – медицинская литература. Он – врач. Публикует научно-популярные статьи для журналов Северной столицы. Популяризирует медицинские знания. В автопробег отправился за новой информацией. Научное сообщество – достаточно закрытая среда. И многое в ней находится вне медийного и интернет-пространства. За фактами, которые могут заинтересовать читателя, нужно идти в люди. Путь очень интересный, поэтому тяжелым его назвать нельзя, потому что каждый день новая информация, новые люди, причем интересные люди. Поэтому мы получаем удовольствие. Единственная остановка в Иркутске – Академгородок. На встрече с учеными гости из Петербурга обсуждают популяризацию научных знаний. По статистике, только 1% жителей страны читают научно-популярную периодику, в то время как глянцевыми журналами интересуется 40%. Как считает руководитель автопробега Александр Новиков, в этом есть и вина самих ученых, отгородившихся от мира стенами лабораторий и научных центров. Люди, хотя бы маломальски что-то изобретая, они пытаются это наоборот не рассказывать, а наоборот каким-то образом скрывать. Ну, переживая за то, что у них, может быть, это заберут или еще по каким-то причинам. В завершении встречи стороны обменялись визитками. Как было отмечено, контакт – залог дальнейшего сотрудничества. Пора ехать. Но прежде участники автопробега налаживают аппаратуру. Шесть портативных камер фиксируют каждую секунду пути. По окончании автопробега будет создан фильм об интересных людях и местах, которые встретились путешественникам по дороге. В сутки участники автопробега преодолевают примерно тысячу километров, а значит, уже завтрашний день они будут встречать в Красноярске, в Санкт-Петербург. Они планируют прибыть 28 августа. Анастасия Зверькова, Александр Мокин. Новости сейчас. В Музее истории города Иркутска открылась выставка, посвященная юбилею Александра Вампилова. В экспозиции портреты и фотографии Вампилова, снимки, сделанные во время спектаклей, поставленных по его пьесам, статьи, написанные Вампиловым для газет. По словам сотрудников музея, самое деятельное участие в создании экспозиции приняли друзья и однокурсники драматурга. Благодаря им иркутяне смогут увидеть поистине уникальные материалы. Виталий Аткензич Зоргин, хороший друг Вампилова, предоставил нам пять фотографий, которые еще нигде не печатались, ни в одном издании. И также предоставил пьесу Вампилова с дарственной надписью ему. Выставка создана в рамках проекта Иркутской области «Ровесники» и продлится до середины сентября. На этом у меня все. Далее продолжат новости Забайкальского края. Спасибо, коллеги. Чита приветствует солнечную Бурятию. Зрителям телеканала ТВКОМ о самых интересных новостях Забайкальского края расскажут корреспонденты программы «Время новостей» телекомпании «Альтез» в студии Александр Смирнов. Пожалел себя любимого. Беспрецедентный случай в практике судебных приставов. 24-летний житель Дульдурги перечислял алименты самому себе. Факт выяснился, когда к судебному приставу обратилась мать ребенка-мошенника. Подробнее о предприимчивости Забайкальцев, а также о новых способах борьбы с неплательщиками, расскажет Светлана Лисичникова. 70% от заработной платы. Именно такую сумму должен был перечислять своему ребенку житель Дульдурги, работающий охранником в одном из местных предприятий. Судебный пристав отправил бухгалтеру фирмы расчетный счет матери. Однако деньги на него не поступали. Бухгалтер по неизвестной причине проигнорировал эти банковские реквизиты, а воспользовался реквизитами, которые любезно предоставил ей должник. Оказалось, деньги перечисляли в совершенно другой банк, а снимала их знакомая охранника. Решается вопрос о привлечении бухгалтера к административной ответственности. Она, безусловно, будет оштрафована на 15 тысяч рублей. Кроме того, в настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении самого должника, поскольку, по мнению юристов, тут явно прослеживаются признаки совершения мошеннических действий. Это нарушение удалось обнаружить сразу. Однако случаи, когда алименщик словно пропадает без вести, вместе с долгом, который он обязан платить своему ребенку, увы, не редкость. Некоторых приставы разыскивают годами. С недавнего времени ЧИТА решила перенять практику других российских городов. Приставы будут размещать фотографии злостных неплательщиков на баннеры и будут абсолютно правы с точки зрения закона. Это абсолютно законно. Мы получили с органа, который осуществляет назор за размещением персональных данных, официальный ответ, что мы можем размещать без согласия лиц такие фотографии этих лиц, если это касается злостного неисполнения решения суда. Фотографии этих мужчин и их личные данные уже размещены на городских интернет-порталах. Скоро аудитория увеличится в разы. Приставы уверены, эффект будет, ведь сомнительная слава нужна не каждому. Всего в розыске с долгами, которые достигают нескольких сотен тысяч рублей, сейчас находится 57 человек. Баннеры с изображениями должников появятся на центральных улицах города, к примеру, на Чкалово или здесь, на Бабушкино, уже в ближайшие дни. Так что если вы, злостный неплательщик, и задолжали собственному ребенку сотни тысяч рублей, то не удивляйтесь, что однажды утром проснетесь знаменитым. Светлана Лисичникова, Виталий Литвинцев. Время новостей. 19 августа в России отмечается День воздушного флота. Мало кто знает, что первый авиационный отряд был сформирован именно в Забайкалье. В 1904 году по распоряжению Николая II в Чите была образована 4-я сибирская воздухоплавательная рота. По инициативе авиаторов уже через 6 лет в 1910 году прошла первая авиационная неделя, которая с тех пор каждый год проводится в Забайкалье. Об истоках российской авиации наш следующий сюжет. Целью создания сибирской роты было усиление боевого потенциала русских войск на Востоке в связи с начавшейся русско-японской войной. Деятельность роты была настолько эффективной, что в ноябре 1911 в соответствии с решением военного министерства при 4-й роте был сформирован первый авиационный отряд. После обучения он был направлен на Западный фронт, но оттуда в Читу не вернулся. С тех пор в истории нет упоминаний о судьбе отряда. Развитие военной авиации в Забайкалье началось в рамках Дальневосточной республики. В эту авиацию входило три отряда и одна мастерская база. Да и то в этих трех отрядах насчитывалось всего 8 боеготовых самолетов иностранного производства. В музее боевой славы действует экспозиция, посвященная российской авиации. В ее состав входят гермошлемы летчиков, катапульты, снаряды, специальные костюмы и, конечно, модели самолетов. Среди большого количества копий военных истребителей есть и 16 – военный самолет второго поколения с убирающимися шасси. Корпус этих самолетов и крылья были деревянные, обтягивались материалом, легким полотном. Естественно, конечно, требовалась новая модификация самолетов. И Поликарпов со своим конструкторским бюро изготавливает, вернее, готовит новую модель И-16, более усовершенственную. И кроме этого убиралось шасси, что позволяло этому самолету хорошо маневрировать. И эти самолеты, когда впервые применились уже у нас в боях на Холхенголе в 1939 году. В сражениях на Холхенголе забайкальские летчики завоевали господство в воздухе. За время боев они уничтожили 650 самолетов противника. 12 летчиков были удостоены звания Героев Советского Союза. С Читой тесно связаны судьбы Ивана Виноградова, Григория Нискевича, Алексея Моресьева. Последний именно на Читинском аэродроме Черемушки и совершил свои первые полеты на учебном самолете У-2. Сегодня на улице Авиационная есть памятное панно, посвященное Алексею Моресьеву. Кстати, название эта улица получила в начале 30-х годов, после того, как здесь появился полевой аэродром. Изучив памятные места, связанные с историей авиации в нашем городе, мы пришли к выводу, что их немного. Последнее появилось в прошлом году на территории парка бывшего дома офицеров. Настоящий истребитель МиГ-21, привезенный из расформированного гарнизона «Степь». МиГ-21 был разработан в середине 50-х годов. Он выпускался в СССР и других странах. Именно этому истребителю за заслуги перед страной было присвоено почетное звание «Самолет-солдат». Мария Якунина, Дарья Лебедева, Лев Нескромный. Время новостей. И к этому часу у нас это все новости. Я с вами прощаюсь. В новостях Монголии расскажут наши коллеги из Улан-Батора. Спасибо, коллеги. Телекомпания «Аист Монголия» приветствует жителей Бурятии. Я продолжу до нынья. И мы с нашими журналистами расскажем вам о главных новостях Монголии. В Монголии продолжаются международные учения в поисках хана. К сегодняшнему дню миротворцы закончили курс теоретических занятий и перешли к практике. На базе Таванталгоя развернулись масштабные полевые учения. Тему продолжит Далгар Сурен. В международных учениях миротворцев задействованы более тысячи военнослужащих из 12 стран. От Монголии корпус в составе 600 военных. В нынешнем году впервые в поисках хана принимают участие курсанты оборонной академии. Учение проходит в семи пунктах, расположенных вокруг базы Таванталгой. На одном из импровизированных пунктов идет раздача продуктов питания и предметов первой необходимости. Условный получатель – жители горячей точки. Задача миротворцев не только провести организованную выдачу посылок, но и защитить население от фактов мародерства, которые случаются при распределении гуманитарного груза. Мы рассказываем, как избежать инцидента, и обучаем грамотной работе по доставке и распределению гуманитарной помощи и продуктов питания для мирного населения. Миротворцы также отвечают за порядок и организацию работы контрольно-пропускного пункта. На приграничной зоне они обязаны проверить граждан и автотранспортные средства. Солдаты должны убедиться, что в зону конфликта не попадут запрещенные товары. Подготовка к операциям по поддержанию мира проходит в рамках мандата ООН. Военные должны знать перечень разрешенных товаров, уметь распознавать намерения людей, пересекающих контрольно-пропускной пункт, задерживать предметы, которые могут спровоцировать вооруженные конфликты, и в целом отвечать за защиту мирного населения, обеспечение безопасности данного региона. Особенность учений этого года то, что индийские и монгольские военнослужащие образуют один взвод. Их наставниками являются опытные и испытанные инструкторы, которые делятся своими знаниями и навыками по проведению миротворческих операций. Учения по оказанию медицинской помощи на этот раз организованы в городских условиях. Медосмотр для жителей 12-го хороны префектуры Чингалтей проведут военные врачи четырех государств. Долгар Сурен, Адганбат, Аист, Монголия. В Лонбатре открылась выставка «Новый дом-2012». Участники экспозиции представили более 50 макетов жилых комплексов. По ним посетители выставки могут оценить архитектурный замысел строителей. И воспользовавшись услугами консультантов, тут же получить информацию о стоимости квадратного метра и кредитных условиях. О том, как происходит процесс выбора нового жилища, расскажет наш корреспондент. Приобрести квартиру может не каждый. Это мнение многих горожан. Причина банальна – высокие цены на жилье. Претензии к цене строительной компании объясняют просто. Земля в столице стоит дорого, и большинство строительных материалов приходится привозить из-за границы. Но при этом все понимают, что простоя на этом рынке быть не должно. Население столицы постоянно растет. Какой же выход предлагают специалисты? В Монголии есть свои строительные материалы, но, к сожалению, не все. А то, что импортируется, по понятной причине, стоит дорого. И это все затем входит в стоимость квадратного метра. Что касается дальнейшей перспективы, то можно упомянуть, например, программу «Жилье для 100 тысяч семей». Также есть новые строительные проекты, бюджетные. В течение следующих четырех лет вопросам доступности квартир будет уделяться особое внимание. Для многих посетителей выставка – это возможность изучить предложения. По вариантам жилья, ценам и условиям кредита. Жительница префектуры Бэйнгол Азая тоже в поисках новой квартиры. По ее словам, сегодня самую большую проблему представляет непрерывно растущая цена на квадрат. В центре стоимость квадратного метра, конечно, намного выше. Поэтому вот интересуемся ценами на жилье на окраине города. Сегодня наиболее дешевое жилье за 1 миллион 250 тысяч можно приобрести на городских окраинах. Чем ближе к центру, тем дороже. Стоимость квадратного метра возрастает до 1600-1900 долларов США. Самыми дорогими являются частные коттеджи. Их ценник – более 100 миллионов тогриков. Специалисты напоминают, оценив предложение, покупателю стоит поинтересоваться условиями договора на покупку жилья. Как говорят юристы, там много нюансов. Не лишними будут знания по вычислению полезной площади. Эти консультации дают сотрудники управления земельных отношений, геодезия и картографии. Когда подается заявка на строительство нового жилья и заключение контракта со строительной организацией, тогда покупатель должен четко указать, сколько квадратных метров должно быть. Нужно обсудить еще планировку и прочие детали. Новый дом 2012 – это не только проекты новых комплексов. Это еще демонстрация строительных материалов. Среди новинок – отечественные пластиковые окна, водопроводные канализационные трубы. Выставка будет работать до 19 августа. Накануне закрытия горожан приглашают на знакомительную экскурсию по участкам, где строятся новые жилые дома. Спасибо, что вы были с нами. На этом наш выпуск завершен. Желаю вам всего доброго и до скорой встречи. Далее смотрите прогноз погоды. Вертолеты России представляют Формула-1 в Улан-Удэ Виталий Петров и болид Кейтерем F1 Тим Приходи! 24 августа в 17.00 физкультурно-спортивный комплекс 25 августа в 12.00 Улан-Удэнский авиационный завод По данным сайта Гесметио, 21 августа в Иркутске переменная облачность, ветер южный 3,8 м в секунду, температура ночью плюс 4,6, после полудня 16,18 тепла. В Чите переменная облачность и небольшой дождь, ветер западный 6,11 м в секунду, температура в ночные часы 6,8 тепла, после полудня 13,15 выше нуля. В Улан-Удэнбатре ясно, ветер западный 5-10 м в секунду, температура ночью от 0 до плюс 2, днем 13-15 тепла.